Добрый день! Добрый день! Можно вам задать пару вопросов? Вот я хотел бы спросить, если бы Зеленский перед вами стоял в этот праздничный день, что бы ему пожелали? Ну, в свете праздника. Ну, прежде всего, я бы ему сказал, что он изменил в своей программе, которую он изменил тому воспитанию, к которому он пришел к нам пониманию, как популярный человек, чтобы он вошел в то понимание, как мы его знали, по фильму «Услуга народа». И глубоко знал историю людей, которые живут в Украине. Не опирался на какие-то технологии, потому что противодействие 9 мая – это технология чистая. Ну, это было так бы до него. Он же вроде бы… Или вы считаете, он должен был это изменить? Мне кажется, что он придерживается прошлой политики. А вы считаете, что Зеленский – это олигархическая технология замены одного ставленника на другого? Получается, по прошествии времени, которое прошло, уже видно явно. Да. Мне хотелось, чтобы власти не было Порошенко любой ценой, а кроме Зеленского некому другому. А вот какая дальнейшая судьбу вы его видите? Зеленского? Да. Мне кажется, если он находится в здравом уме, то он осознает, что это не его место. И уйдет, да? Ну, уйдет и идет, я не знаю, но он должен пока осознать, что он не на своем месте. А вот чего вы хотя бы одного-два человека назовите, кого вы видите на его место замен? Ну вот, первое, которое вам приглянулся. Исходя из прагматичности, тот, кто видит политику прагматичную и экономику прагматичную, я считаю, что такие люди есть в оппозиционной платформе «За жизнь». Прежде всего, это Виктор Ведичук и Юрий Бойко. Прежде всего. Ну, там много профессионалов есть. Понятно. Александр Павлович Попов, который был бывший гражданчанин, очень тонкий руководитель был, скромный, все делал. Было видно по делам, что человек на своем месте. Спасибо вам большое. С праздником. Привет. Субтитры сделал DimaTorzok